Добрый день, дорогие друзья! Напоминаю, не устану повторять. 23 февраля, 12.00. Центр Москвы, скорее всего, Театральная площадь. Встреча с депутатами Государственной Думы, разрешенная по закону абсолютно мирное мероприятие. Приходите, все желающие высказать свое отношение к ситуации в стране. Будем формировать наказ для депутатов, которые, в свою очередь, смогут сформировать депутатские запросы, обращение к другим депутатам, к партиям, к фракциям, к президенту и так далее. Наша задача сейчас всех здравых, адекватных сил в стране — это формировать эти самые вопросы, запросы, о чем мы, собственно, хотим. Дело в том, что пропаганда, государственная пропаганда, на которую, я напомню, выделяются миллиарды, а значит, государство считает это чем-то очень важным, они считают одним из важнейших условий современной пропагандистской работы против нас, против левой оппозиции, против любой адекватной оппозиции, показать, что нам ничего не нужно. Мы хотим просто разрушить страну, устроить бунт, свергнуть Путина, а больше нас ничего и не волнует. Мы должны говорить четкие вещи, что конкретно нас не устраивает в экономике, в государственном управлении, в системе образования, здравоохранения, социального обеспечения, строительство дорог, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Вот одно из важнейших средств, на которые мы должны делать акцент, которое влияет на жизнь каждого из нас, особенно наших детей, это наше будущее, это вопрос экологии. Сегодня обсудим то, что происходит в этой сфере. На фоне бурной политической жизни об экологии почему-то все быстро забывают. Итак, в Бурятии, вблизи Байкала требуются новые очистные сооружения. Сразу скажу, что на самом деле это не вблизи Байкала, это в непосредственной близости от Байкала, это гораздо ближе, чем кажется. Вот, смотрите, Карда, речь пойдет о поселке Танхой. Этот поселок находится на береговой линии. Он непосредственно связан с Байкалом. И если вдруг в этом поселке Тайхон какая-то проблема с очистными сооружениями, а она очень большая, то через грунтовые воды все это попадает прямо в великое, мировое достояние. Самое большое пресноводное, вообще, природное, естественно, водохранилище. Наш запас на черный день питьевой воды. Это экологическое бедствие. Туда все попадает. И кто об этом говорит? Член штаба ОНФ. Это пропутинская организация. Когда даже в пропутинских организациях начинают бить тревогу и говорить, ребята, а у нас что-то не так. Помните, у нас же полгода назад летом приняли поправки к конституции. Особое внимание на сбережение нашей природы. И где эффект? Где эффект? Пока ты в тревогу не бегаешь, не бьешь, проблему не раздуваешь, всем плевать. Озеро Байкал под угрозой загрязнения. Постоянно его так или иначе пытаются или разграбить, или загрязнить, потому что там очень выгодно вести бизнес, как обычно, не заботясь о последствиях. Пока ты проблему до общероссийского национального масштаба не раздуешь, это никто не заметит, никто об этом не думает. Местным жителям отравляет жизнь стойкий запах нечистот от водопроводной воды. Вы представляете? Они живут рядом с Байкалом, вплотную к Байкалу, а у них водопроводная вода пахнет нечистотами, человеческими испражнениями. И по мнению эколога, меры, предпринятые муниципальными властями по обеспечению качественной питьевой водой, недостаточны. С этой же проблемой живут и в поселке Переемное Кубанского района. Как рассказали активисты, они делали запрос в Министерство строительства, и оно ответило, что строительство новых реконструкций имеющихся очистных сооружений включены в план, то есть когда-нибудь они что-нибудь сделают. Однако у них нет возможности подать заявку в связи с отсутствием проектно-сметной документации, поэтому точные сроки неизвестны. Может быть через год, может быть через пять, может быть через десять лет. А нечистоты тем временем будут попадать и в организмы местных жителей, и, скорее всего, в Великое озеро Байкал. И никого это не волнует, правда, друзья? Давайте распространим эту информацию, защитим Байкал общими усилиями. Лайки, репосты, комментарии приветствуются. И ведь это только первый эпизод, как вы знаете, я всегда рассказываю о ряде событий. Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций в 400 раз в стоках, которые сбрасывали в Байкал. А до сих пор никто не оштрафован. Прошло уже два месяца. Никто не оштрафован, никто никакой ответственности не понес. Росприроднадзор зафиксировал сброс в озеро Байкал неочищенных стоков надшламовых вод, откачанных из карт накопителей, в которых хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Предельно допустимая концентрация была превышена в 400 раз. За очистку этих самых сточных вод отвечает некая МУП КОС БМО, говорится в сообщении. Открываем поисковик, вводим. МУП КОС БМО оштрафован. Вот давайте проверим. Может быть уже оштрафовали, может быть как-то призвали вообще к ответственности, начали заниматься очисткой. То есть мы получаем деньги с того, кто учинил загрязнение. Эти деньги используем, чтобы восстановить ситуацию, чтобы очистить воду по максимуму, как это только возможно со всеми новейшими технологиями. Выясняется, что это МУП КОС БМО только в 2020 году считаем. Раз гражданское дело, два гражданское дело, три гражданское дело, четыре гражданское дело, пять гражданское дело. На эту организацию подают в суд все, кому не лень. Понимаете, просто все. Они, судя по всему, работают из рук вон плохо. И вы пускаете такие организации работать с озером Байкал? Вы позволяете людям, кто уже не раз и не два нарушал экологические нормы, не выполнял порученную ему зону ответственности, порученную работу, вы национальное и мировое достояние в их руки доверяете? Ведь это очень серьезный вопрос. Перенесемся чуть дальше. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, есть очень небольшой малоизвестный район, Аяно-Майский, всего 1800 жителей. С недавних пор его можно демонстрировать как хрестоматийный пример того, что происходит в сегодняшней России. Еще в 2019 году на территории этого района запланировали строительство крупнейшего в мире завода по производству метилового спирта. Кто не знает, это сильный яд. Тот самый, который паленая водка, выпил немножко, потерял зрение, выпил множко, умер. Это не этиловый спирт, он же винный, он же виноградный спирт. Нет, это метиловый спирт, который по запаху и вкусу идентичен, однако же приводит к тяжелейшим последствиям, в том числе смерти. Строить завод будет китайская компания Sherwood Energy Limited. Сумма инвестиций гигантская, 750 миллиардов рублей. Жители Аяна-Майского выступают против строительства завода. Во-первых, из-за боязни опасного производства. Во-вторых, по причине того, что обслуживать предприятие будет 6000 рабочих. Возможно, что из КНР, да почти наверняка из КНР, они россиян на такую работу не нанимают. Могут нанять узбеков, таджиков, киргизов, но россиян практически никогда. Дай бог, если четверть от этого числа будет россиянами. То есть в три раза больше, чем проживает в самом районе. То есть там будет огромное число мигрантов, даже если это будут русские, в конце концов. Власти уговорили протестующих протестовать цивилизованно и по закону. Что они сделали? Был инициирован местный референдум, на котором жителям предложили высказаться, поддерживают они строительство или нет. Местные депутаты поддерживали цивилизованные протесты, назначили проведение референдума на 21 марта 2021 года. Хотели все по закону, все хотели красиво, хотели договориться, пошли на контакт, на нормальные переговоры. Губернатор пообещал, Дегтярев, что примет любое решение жителей. А все бы ничего, но по иску районной прокуратуры суд отменил проведение референдума. А чтобы инициативная группа не смогла спорить судебное решение, срок апелляции был сокращен с 30 дней до 5. Кинули, просто в наглую плюнули жителям в лицо. Они хотели, думали, что с ними будут общаться. Дегтярев пообещал, пожалуйста, пожалуйста, друзья, мы будем с вами дружить, мы будем договариваться, я приму любое ваше решение. А потом, опа, хрен вам. Хрен, просто идите вы куда хотите. Хоть на 3 буквы, хоть на 4, хоть на 5. Только не мешайте мне строить завод на 750 ердов. Ради таких баблищ он готов на все, как и любой чиновник Российской Федерации. Они из такого теста сделаны. Конечно, в масштабах России 1800 протестующих жителей это ничтожно мало. Но кто-нибудь пусть объяснит обманутым в ожиданиях людям, как теперь выражать свое коллективное мнение, если на митинг нельзя, а референдум нельзя, и оспорить решение в суде тоже нельзя. Мне особенно нравится, что публикуется это в телеграм-канале Низыгарь, известным своим прокремлевским содержанием. Он входит в сетку Маргариты Симоньян. Друзья, а наша задача поддерживать друг друга, проявить солидарность. Да, Хабаровский край далеко от столицы, но мы здесь, в Москве, должны поднимать и эти темы в том числе. А ведь это темы, экология, которая касается каждого жителя страны. И это не пустые слова. Незаметно остается тема коммунальных проблем в больших и малых российских городах. Вот только часть новостей на эту тему. Дагестан. В Махачкале, Каспийске, Буинакске, Кизилюрте и соответствующих районах прекращен вывоз твердых бытовых отходов. Населенные пункты, включая столицу региона, утопают в мусоре. Ростовская область. В городе Каменск-Шахтинском. Две подряд крупные аварии, из-за которых сточные воды канализации попадают в реку Северный Донец. Устранить последствия аварий власти не могут. Липецкая и Воронежская области. В трансграничной реке Усманки от Липецкой области до Воронежской не осталось ничего живого. Анализы проб воды на выпуске дали превышение концентрации вредных веществ десятки раз. Отравленная вода поступает в реку. Соответственно, из нее вода поступает наверняка и к мирным жителям. Владимирская область. По словам в Рио вице-губернатора Романа Гадунина, в Александровском районе, одном из 16 районов области, экологическая катастрофа. Некуда складировать мусор. Во всех перечисленных случаях изношенная и недоремонтированная советская коммунальная инфраструктура. В трех из четырех случаях речь идет о негодном управлении приватизированным бывшим муниципальным имуществом. Например, коллизационная сеть в Каменск-Шахтинском последние 15 лет принадлежит частной компании. Вот он, эффективный частный собственник. Спасибо, ребята, спасибо. За полтора десятка лет компания не реконструировала и не ремонтировала сеть. За что мы им должны спасибо сказать? Помните, как это Чубайс сказал? Народ у нас неблагодарный слишком. Не уважает, не ценит олигархов. Экология касается каждого из нас. Мусорные проблемы. Проблемы воздуха. Проблемы питания. Проблемы отдыха нормального. У нас как-то принято в стране относиться к отдыху, типа это что-то неважное, это что-то несерьезное, а это наше здоровье. Это наш потенциал. Это наша возможность работать, создавать особенно что-то новое. То, что требует больших умственных и эмоциональных затрат, создание чего-то нового, изобретательства, творческая деятельность, она невозможна, если человек находится в состоянии стресса, не может нормально отдохнуть. Это все очень важные вещи. Принципиально важные для нашего будущего. Мы должны этим заниматься. Это касается и онкологии, просто чего угодно. Но об этом все молчат. Речь идет о необходимости создания принципиально новых общественных организаций зеленого толка. Возможно, в составе партии, коммунистической или справедливой России, да какой угодно, кто займется этим. Этим нужно заниматься. Этим нужно заниматься в страшнейшем порядке. Я надеюсь, что на митингах, которые будут проходить в ближайшие месяцы и партии КПРФ и другими организациями будут проводиться, эти вопросы нужно поднимать. Мы требуем исполнения новой конституции, если уж таким языком говорить. Потому что сейчас а нашу матушку-природу просто вытирают ноги. Насилуют самым безбожным образом. Друзья, только вместе мы сила. Просыпаемся, активизируемся. 23 февраля, через неделю. Встреча с депутатами Центр Москвы, Театральная площадь, 12.00. Увидимся. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин